Да, уважаемые коллеги, все, кто нас слышит в этот вечер, действительно, мне понравилось, Алексей Викторович, как Вы сказали, в этот тяжелый год, да, действительно, год непростой, и он внес очень много различных изменений. И, коллеги, доклад будет посвящен лечению метастатической меланомы. Что мы достигли сейчас? А для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте приступим к голосованию. Пять вопросов, пять возможных ответов. Во-первых, вопрос такой, какое достижение в лекарственной терапии метастатической меланомы Вы считаете наиболее важным в текущем году? Первое, это данные пятилетней общей выживаемости пациентов метастатической меланомы. Второе, это применение комбинированной таргетной терапии в сочетании с иммунотерапией. Третий вопрос, новое в лечении метастатической увиальной меланомы. Четвертое, регистрация первого отечественного ПД-1 ингибитора. И пятое, все перечисленное. Пожалуйста, коллеги, голосуем. Так, ответы готовы. Так, интересно, что второе предложение, применение комбинированной таргетной терапии в сочетании с иммунотерапией, никто не признал достижением. Ну, хорошо. Хорошо или плохо, давайте тогда вернемся к этому вопросу в конце нашего доклада. Итак, уважаемые коллеги, переходим к нашей теме. Сегодня утром у меня был доклад по поводу тех достижений, которые имеются в целом в иммунотерапии солидных опухолей. И сейчас мы касаемся метастатической меланомы. И эти вопросы, которые будут повторяться еще раз, приношу извинения, но, с другой стороны, мы еще раз повторим. И первое, что нам хочется обратить внимание, конечно, какое самое главное достижение, которое произошло, одно из важных. Больные стали жить, метастатической меланомой, больные стали жить. Это инкурабельное заболевание, которое считалось длительное время. И вдруг появляются препараты и комбинации препаратов, благодаря которым увеличивается продолжительность жизни наших пациентов. И этот слайд уже, наверное, давно уже намылил всем наши взгляды. Но, тем не менее, обратите внимание, что когда мы начинали лечить пациентов метастатической меланомой, у нас был в руках декорбозин, были интерфероны, интерликен. И одногодичная общая выживаемость равнялась 25-35%. А сегодня мы имеем результаты пятилетней выживаемости метастатической меланомы. И наиболее выраженные такие вот цифры – это при применении сочетания неволумаба с эпилемуабом 52% переживают пятилетний режим. Конечно, это определенное достижение. Но мы хотим большего. Мы хотим, чтобы ответы были и достаточно с высоким рейт-респонсом, но и чтобы они были и продолжительные. Поэтому встает вопрос о комбинации антипедиадин препаратов с таргетной терапией – атеризумаб, кабинетиниб и вемброфениб – лечения пациентов с бравмутированной меланомой. Какие здесь посылы? Дело в том, что применение таргетной терапии у пациентов, у которых есть мутация в гене Бераф, ведет к тому, что увеличивается иммуногенность опухоли. Приток таких Т-лимфоцитов, как CD4, CD8, с другой стороны уменьшается количество супрессорных клеток. И все это ведет к тому, что увеличивается тех антигенов, которые являются меланомоассоциированными. И вот такое исследование, оценка атеризумаб, кабинетиниб и вемброфениб, исследование третьей фазы, АМСПАИ-150, оно проведено было. И в этом исследовании принимали участие российские центры, мы принимали участие в этом исследовании. Что показало это исследование? Посмотрите, выигрыш безрецидивной выживаемости, те пациенты, которые получали комбинированную терапию от атеризумаб, кабинетиниб и вемброфениб, у них безрецидивная выживаемость была выше на почти 5 месяцев по сравнению с пациентами, которые получали только таргетную терапию. И длительность ответа – 21 месяц против 12 месяцев. Если говорить об общей выживаемости, то сейчас еще преждевременно говорить о результатах, поскольку на момент среза данных было недостаточно данных для того, чтобы делать полную оценку. И на сегодняшний день мы имеем регистрацию этой комбинации, одобренной Министерством здравоохранения в августе этого года. И скоро мы, думаю, что получим возможности применять эту комбинацию в своей реальной клинической практике. Что еще интересного произошло? Конечно, это регистрация нашего отечественного препарата, препарата Пролглимаба. Его сначала мы называли BCD-100. Этот препарат антипедиадин. По сравнению с неволумабом и пембролизумабом он имеет определенные отличия. Он также относится к иммуноглобулинам, но группу уже G1 и имеет определенную лаломутацию. Если вспомнить о терапевтических эффектах чекпоинта ингибиторов, таких как неволумаб и пембролизумаб, то стоит сказать, что они препятствуют взаимодействию между PD-1 и PD-L1, восстанавливают противополиактивность лимфоцита, и в своем взаимодействии они привлекают макрофаги. Привлечение микрофагов ведет к тому, что уничтожается часть лимфоцитов, которые ответственны как раз за противоопухолевый ответ. И вот при использовании Пролглимаба не происходит фагоцитоза, не происходит уменьшение количества противополиотолимфоцитов, на что и есть подтверждение на доклинических исследованиях. Повторяю, что очень важно, чтобы фагоцитоз отсутствовал, потому что он снижает противоопухолевый эффект, анти-PD-1, антитела. И здесь, на этом слайде, представлены результаты ксенографной модели о том, что применение Пролглимаба как раз ведет к статистическодостоверному увеличению противоопухолевого ответа. Исследование, которое посвящено применению Пролглимаба у пациентов с метастатической меланобой, называлось Миракулом, коротко на нем остановлюсь, на этом исследовании. Туда включались пациенты с метастатической меланомой, вне зависимости от статуса БИРАФ. Пациенты были нелеченные, или они могли получать препараты, но без применения таргетных препаратов. И в этом исследовании была сертификация пациентов в зависимости от состояния, от уровня ЛДГ. И пациенты получали разные режимы Пролглимаба. Либо 1 мг на килограмм веса один раз в две недели, либо 3 мг на килограмм веса один раз в три недели. Что являлась первичной точкой? Первичной точкой этого исследования была эффективность. И вот это исследование ответило на первую цель, то есть решена была цель исследования, первичная точка достигнута. И оба режима показали свою эффективность. Эффективность Пролглимаба была в два раза выше, чем предполагаемая эффективность, например, химиопрепарата Декарбазин, и была выше 28%. Пролглимаб продемонстрировал длительный характер ответов на терапию. Более 70% ответов сохранялись более двух лет. Причем следует сказать, что у трех пациентов развился частичный ответ после длительной стабилизации, что говорит о том, что есть такой вот неопосредованный нам, вероятно, и иммунный ответ организма при применении препарата, что, конечно, весьма важно. И у 25% было максимальное, у 25% отмечалось максимальное уменьшение опухолевого объема более 50%. То есть препарат показал свою эффективность в плане ответа на терапию. Влияние на выживаемость, на безрецидивную выживаемость и общую выживаемость. Здесь также Пролглимаб продемонстрировал свою эффективность. Безрецидивная выживаемость составляла на рубеже 24 месяцев более 30%, а общая выживаемость на этом же рубеже была выше 50%. Если говорить о медиане общей выживаемости, то она была сопоставима с теми препаратами, которые уже являются регистрационными, пембролизумаб, пневолумумаб, она была выше 24 месяцев более двух лет. А если говорить о применении препарата в целевой популяции пациентов, то есть у пациентов с меланомой кожи в первой линии терапии, то здесь частота объективных ответов увеличивается до 51%, контроль над заболеванием у 65% пациентов, вырастает медиана общей выживаемости, которая не была и не достигнута в данном исследовании, и безрецидивная выживаемость также выше на рубеже двух лет, 24 месяцев, она равняется 42%. Таким образом, пролглимаб, наш первый отечественный анти-ПДЛ-1 препарат, продемонстрировал высокую эффективность у пациентов с метастатической меланомой вне зависимости от мутации БИРАФ, вне зависимости от наличия метастаза в центральную нервную систему, и это исследование показало, что статус экспрессии ПДЛ-1, он является независимым предиктивным фактором эффективности препарата. И сегодня прозвучал вопрос, почему называется так препарат. Мне казалось, уже все помнят о том, что в название этого препарата была вложена имя и фамилия создателя препарата, Ольги Гончаровой. И, к сожалению, ее нет в живых в настоящее время, но препарат назван ее именем, и я думаю, что все будут об этом помнить. Но продолжается дальше исследование, и идут клинические исследования с препаратом по другим локализациям, и с метастатической шейкой матки, и с другими локализациями, с немелкоклеточным раком легкого. И отмечено вот здесь вот красным, это применение сочетанного препарата АнтиПД-1 и АнтиСТЛ-4, препарат BCD-214, исследование Абертон. В этом исследовании мы принимаем участие, как и, наверное, многие центры Российской Федерации, и надеемся, что в скором времени мы узнаем результаты. Какие еще новости произошли? Об этом я сегодня уже говорила. В ноябре, буквально в конце ноября этого года, мы получили новое известие о революционном прорыве в лечении увиальной меланомы, исследование AMC-GP-100, и речь идет о препарате Тибентофус. Этот препарат показал свою значимую эффективность по сравнению с терапией выбора исследователей. Препараты выбора были Пембролизумаб в большинстве случаев, эпилюмаб и декорпозин. Одногодичная выживаемость у исследуемого препарата достигала 73% против 58% по выбору исследователя. И в настоящее время это единственный препарат, который показывает свою эффективность для лечения метастатической увиальной меланомы, прандомизированной следом третьей фазы. Хочу сказать, что в течение 40 лет никаких революционных изменений в лечении увиальной меланомы не было. К сожалению, эта патология отличается своим необычным течением у большинства пациентов, агрессивным течением и низкой чувствительностью к лекарственной терапии. Поэтому мы очень надеемся, что с этим препаратом мы получим новые возможности. Буквально несколько слов, что такое Тибентофус. Такое название очень интересно, не сразу, наверное, его выговоришь. Препарат, он новый препарат, нового класса иммуноонкологических препаратов, и он отличается, что у него двойная специфичность. Он имеет Т-клеточный рецептор и имеет анти-CD3 рецептор, домен. И вот этот синтезированный Т-клеточный рецептор, он направляется к гликопротеиду, который соединяется с ассоциированным антигеном, находящимся либо на клетках меланомы, либо на меланоцитах. И таким образом притягиваются лимфоциты и осуществляют свой надзор над опухолевым процессом. Хочется сказать, что препарат сейчас проходит ускоренную регистрацию FDA. Конечно, это прорыв. И, уважаемые коллеги, мы открываем новую страницу. Те достижения, которые мы на сегодняшний день имеем в лечении метастатической меланомой, они в скором времени однозначно будут у нас в руках. Мы будем ими пользоваться однозначно. Ну, а Новый год, мы надеемся, покажет еще новые и новые достижения, с помощью которых мы будем помогать нашим пациентам. Спасибо большое за внимание. Голосование. Еще раз голосование. Коллеги, возвращаемся. Итак, тот же самый вопрос. Все-таки, какое из достижений вы считаете наиболее важным? Первое – это данные пятилетней общей выживаемости пациентов метастатической меланомы. Второе – это применение комбинированной терапии, таргетная и иммунотерапия. Следующее, третье – это новое в лечении метастатической увиальной меланомы. Четвертое – регистрация первого отечественного препарата PD-1 ингибитора. И пятое – все перечисленное. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, в этот раз появились коллеги, которые придерживаются, что применение комбинированной таргетной терапии в сочетании с иммунотерапией – это важное событие, согласно с вами, абсолютно, коллеги. Но в то же самое время, конечно, и результаты пятилетней выживаемости, они, конечно, мы считаем, что они выдающиеся. И новое в лечении увиальной меланомы, которая революционным становится. Ну и все-таки меньшее количество сейчас ответов за первое отечественное PD-1 ингибитор. Ну, мы считаем, что все-таки это событие, которое достойно внимания, потому что наконец-то в нашей стране появился первый антипедия-1 препарат, моноклональное антитело, которое будет работать и дальше. И не только при меланомии, но и в других опухолевых заболеваниях. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. 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 Спасибо.